вторая задача вторая номер два с высоты аж тело падает на пружину длина которой в нерастянутом состоянии имеет длину l и k массового груза при максимальной силы давления на пол значит мы рисуем первое положение когда у нас пружина находится груз находится наверху и второе положение когда у нас груз сжал пружину максимально сильно так что высота будет равна h2 здесь будет h1 и записываем закон сохранения энергии поскольку у нас в системе действуют только консервативные силы энергия всей системы состоящей из грузика и пружины mgh1 плюс ну поскольку пружина была не сжата значит просто ноль энергии деформации пружины скорость равна нулю поэтому кинетическая энергия тела тоже равна нулю а в конечном положении у нас будет груз иметь потенциальную энергию mgh2 но понятно что уровень отсчета мы уровень отсчета потенциальной энергии берем на высоте h равной нулю то есть на поверхности стола на поверхности пола потенциальная энергия плюс энергия сжатия пружины к сжатие пружины здесь будет равно l минус h2 к x которая равна l минус h2 это позволяет нам найти h2 выносим h2 со скобки будет mg минус k k l переносим сюда здесь будет mgh1 минус k l здесь h2 вынесли k с минусом осталось а здесь mg осталось k k h значит h l нам даны k нам дана отсюда мы находим h2 h2 будет равна mg mg h и k l а ну k и конечно неправильно это зря я стараюсь потому что здесь надо в квадрате пополам чтобы была энергия так здесь тогда уж нам надо искать x давайте буквы x будем означать l минус h2 будет равно зажатию пружины x и вот это h2 выразим тоже через x h2 будет равно l минус x и переписываем таким образом mgh1 равно mg вместо h2 подставляем l минус x l минус mg x плюс kx в квадрате пополам получаем квадратное уравнение относительно x переписываем k пополам x квадрат минус mg x плюс mg так а скобка остается l минус h1 равно 0 x будет равна k mg плюс минус корень из mg в квадрате без учетверенного произведения поменяем местами здесь положительное число 2k mg h1 минус l ну дальше я уже делал такие преобразования делим на k получается x да, говорим, что у нас подкрынное выражение положительно и больше, чем mg поэтому мы здесь вставляем знак плюс потому что x должно быть положительным mg деленное на k плюс минус корень сюда заносим k mg деленное на k в квадрате плюс делим на k получили делим на k а, но заносим поэтому в квадрате получается здесь 2mg h1 минус l деленное на k k занесли в квадрате и k1 сократилось потом делали такую операцию можно вынести mg деленное на k и вынести его за скобки тогда отсюда останется единица здесь будет плюс под корнем останется единица плюс и здесь мы mg на k 1 выносим и еще домножим и делим на mg деленное на k 2 будет k h1 минус l деленное на mg k h это у нас сила mg тоже сила вроде как нормально если у нас h минус l равно нулю то есть мы груз положили на нерастянутые пружины отпустили то у нас x будет равным mg 9 на k что больше не очень понятно но это не важно поскольку у нас пружина сжата на k то сила упругости которая действует на стол будет равна силе давления и будет равна kx просто где x нам известно вычислили мг 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 мг